И заводская проходная, что в люди вывела меня. Слова этой популярной советской песни словно списаны с жизненного пути ветеранов коксогазового завода. По словам ветеранов труда московского коксогазового завода, которые пришли сегодня в историко-культурный центр, их заводская проходная выводила в люди не только отдельно взятых тружеников, но даже целые семьи. Ведь если собрать общий трудовой стаж всех заводских династий, то он перешагнет рубеж в 700 лет. Анатолий Почтарь как раз из такой династии. Отдал предприятию больше 30 лет своей жизни. На завод я пришел после школы. Начинал с ученика, столяра. Работал. Повышал свою квалификацию. Мои родители за ним работали. Я к ним пришел в этот же коллектив. И так и жизнь пошла. Николай Кулаков не был продолжателем династии. На завод пришел первый в своей семье. Пришел сразу после войны в звании подполковника. Однако одиночество его продлилось недолго. На заводе заводил семью. Здесь прожонился, познакомились. И проработал 20 лет. По признанию Николая Петровича, он любит свой завод. И любовь эта взаимна. Люблю. Я там прожил, квартиру получил, садик получал. И сейчас люблю. И завод нас не забывает. На День Победы нас приглашает. И все дает то, что нам необходимо. Финансовые вопросы решаются. Получаемый, Моквартов поддерживает нас, ветеранов. И тот, кто проработал в заводе. Да и как его не любить? Ведь московский коксогазовый завод не только создавал семьи. Благодаря ему среди полей лесов и деревень появился на карте Московской области город Видное. О том, как это происходило, старейшие работники завода и рассказывали подрастающему поколению видновчан. Я сюда приехала и меня поразило. Это зелень кругом, кустарники, деревья, цветы, к сожалению. Я просто влюбилась в это и осталась здесь жить. Ребята, в свою очередь, вручили ветеранам цветы. Красные гвоздики. Цветок этот символ Победы и в Великой Отечественной войне, и олицетворение Победы Труда. В конце встречи была отдана дань еще одной традиции. Старейшие ветераны завода оставили свои автографы на рабочей каске, выставленной на стенде музея, посвященному истории московского коксогазового завода. Илья Кремнев, Владимир Бижонов, Видное ТВ.